Сегодня цветочники уже, что называется, засучили рукава и приготовились к изнурительному труду. И не зря. С раннего утра к цветочным ларькам по всему городу потянулись первые покупатели. Несмотря на то, что 8 марта только воскресенье, сегодня букетики приобретают для своих коллег, учителей и воспитателей. На работе поздравления прозвучат в пятницу. Пользуется популярностью, естественно, мимоза. Это весенний цветок, тюльпаны. И у нас большинство эстонские тюльпаны. Кстати, только у нас, так что приходите. И, в принципе, берут все. Самый пик приходится, естественно, на 7-8 марта. То есть кто-то романтические натуры с 7 вечера предпочитают, чтобы любимую с утра поздравить. Естественно, в воскресенье семейный более день пойдут поздравлять бабушек, мам. Но подготовка уже идет. Цветы пришли все свежие. Народа очень много. Так что в выходные, я думаю, здесь будет не протолкнуться. Как отмечают торговцы цветами у Вирусских ворот, продажи в эти дни возрастают многократно. Цветочный ряд пестрит красками. Букеты, корзины, классические розы. Между всем этим великолепием мучаются выбором мужчины. Да и магазины полны покупателями. Причем посещают они непривычные для себя отделы. Кто-то рассматривает ювелирные украшения, кто-то заблудился в отделе духов и прочей дамской парфюмерии. Я смотрю исключительно на собственное настроение и то, как в моем представлении видятся наши дорогие женщины. И в этом году одно, в следующем году другое. Но, как правило, это розы. Они наиболее отвечают их облику. Праздничного настроения непосредственно 8 марта добавит игра клуба веселых и находчивых, которая пройдет в Русском культурном центре. Вечер юмора будет отличным подарком для возлюбленных. И нетрудно предположить, что прозвучит немало добрых шуток и комплиментов в адрес прекрасных КВНщиц и зрительниц. В общем-то, это замечательный подарок для девушки, привезти ее туда, чтобы она посидела, посмеялась, потому что будет очень смешно. Там собирается очень сильный такой коллектив команд, в принципе, там как и зарубежные, так и наши местные. И самый огромный плюс – это то, что там будут две мартовские команды, а как известно, КВН мартовский, он с очень большими традициями, так что будет очень смешно. Коллектив новостей Эстонии от всей души поздравляет телезрительниц с наступающим международным женским днем и желает им счастья, успехов во всех сферах деятельности, а самое главное – любви и заботы, причем не только 8 марта. Алексей Иванов, Рихо Пресс, Первый Балтийский канал.